Добрый вечер! Сегодня в программе интервью поговорим о реформе обязательного медицинского страхования. Какие изменения ожидаются в сроках и по платежам? В студии управляющий директор фонда обязательного социального медицинского страхования Эрик Байженусов. В плане переноса сроков внедрения этой реформы до 2020 года такой вот вопрос что это даст и чем будет фонд заниматься вот эти два года? Хороший вопрос однозначно ответить на него очень быстро ответить тяжело поэтому позвольте чуть-чуть поподробнее остановлюсь как вы знаете в своем выступлении глава государства дал поручение разобраться от теме 2 и 7 миллионов населения которые остались не охваченными в целом не статистикой не нашей системы учета граждан самозанятым самозанятым так называемый поэтому для доведения действительно вот выявление реальной ситуации нужно определенное время подготовить наши информационные системы по новой пересмотреть учет граждан и так далее и так далее поэтому вот эта главная причина которая на сегодняшний день имеет место из-за чего принято решение немножко повременить с внедрением медицинской страховой подземов потому что все таки если будем 3 миллиона это все-таки чувствительное количество населения и внедрять какие-то реформы особенно в социальной системе особенно в медицине это чревато все-таки непредсказуемыми последствиями поэтому я думаю что это мудрые решения и это нам даст такой шанс дает нам шанс более подготовленным более таким с глубокими в этом плане наработками войти уже систему страхования к двадцатому году вопрос о том чем мы будем заниматься вообще как бы мы не говорили что у нас медицина бесплатная все-таки государство выделяет на медицину довольно большие деньги средства сумма этих средств составляет около триллиона тенге из которых 916 миллиардов это тот гарантированный объем бесплатной медицинской помощи который выделяется государством на оказание медицинской помощи нашим гражданам теперь вот с восемнадцатого года эти 916 миллиардов тенге будем администрировать мы как фонд социально-медицинского страхования и как бы единым оператором по всей стране становимся мы что это поменяет меняет это сам был самый главный принцип распределение бюджетных средств если раньше эти деньги выделялись на содержание наших больниц на поддержание их деятельности и так далее и так далее то сейчас эти деньги выделяются нам на защиту интересов застрахованных граждан то есть мы должны создать эти два года рыночную среду именно распределять эти деньги не по принципу бюджетного финансирования которые чреват освоениями обязательными и так далее а создать такую систему где должна быть конкуренция для получения этих средств и тот кто лучше тот кто качественнее тот и должен получить эти деньги вот эти принципы мы будем внедрять этот год восемнадцатый мы уже начали в этом плане работать и я думаю что как раз двадцатому году у нас наработаны будут те каналы и те возможности в том числе информационные цифровые которые нам позволят безболезненно внедрить двадцатого года всю систему медицинского страхования в полном объеме это очень огромный пласт работы которой мы будем заниматься два года вот вы говорили что вы именно фонд станет единым оператором по закупу в целом медицинских услуг тут и лекарства да и и клиники ну как идет как идет подготовка и вообще изменился ли механизм и правил как бы проведения закупа изменилось очень многое во первых главный принцип это объективность нам сейчас все равно это государственная клиника республиканская клиника научные центры и так далее или это частная какая-нибудь там кабинет частный кабинет здоровья и так далее потому что требования ко всем одинаковые ты соответствующий или не соответствующий если соответствующий ты участвуешь поэтому и чтоб соответствовать этому уровню ты должен обеспечивать надлежащий уровень качества и безопасность оказываемой медицинской помощи это вот на входе в нашу систему но сразу справедливости ради надо сказать что вот именно систему вхождения в нашу систему мы значительно упростили то есть для этого не нужно бесконечный кабинет и обходить собирать кучу бумаг а это очень упрощенная система чтобы сделать рыночную среду второе мы меняем принцип распределения денег теперь объем средств не зависит от ваших научных степеней званий количество коек объема больниц размеров больниц и так далее все зависит от того кого выберет пациент если пациент выбрал может быть на первый взгляд невзрачную но надежную больницу то это больница будет получать больше средств нежели например какая-то другая дорогая больница и во-вторых очень большой плюс то что теперь кого выберет например пациент какую поликлинику и чем больше этих поликлиник в стране тем к естественно больше денег получает те поликлиники стационары которые наладят у себя маркетинговые менеджмент и так далее направление которые на сегодняшний день стали обычным явлением системе бизнеса поэтому вот эти бизнес процессы которые работают мы должны сейчас переложить нашу систему тогда и я думаю полностью структура и картина нашего здравоохранения поменяется в ближайшем будущем вот это наверное две основных направления которые сейчас мы оставим во главу угла ну естественно созданы соответствующие комиссии на региональном уровне на республиканском уровне на республиканском раньше комиссии не было например где мы распределяем высокотехнологические технологичные медицинские услуги республиканские клиники и так далее и опять такие именно в этой основной задачей для комиссии создать равные условия для всех конкурсантов будем говорить в нашей системе и в этих комиссиях участвуют все представители нашего общества это не правительственной организации национальная палата предпринимателей другие другие профсоюзы и так далее и такой статус-кво поэтому любое решение принимается они каким-то приказом решением комиссии именно голосованиями и так далее вот такой способ и по результаты уже в принципе которые получили мы на первом этапе на достаточно обнадеживать чтобы говорить что мы идем по правильным правильным направлением какие-то результаты во первых увеличилась доля участников по сравнению с прошлыми годами если более точнее сейчас нашу базу вошли более 1600 различных организаций в распределении ресурсов сейчас подали 1554 организации это практически на 100 около стаса но 137 на 137 организации больше чем предыдущие года процентном соотношении очень интересная картина что на уровне пмс п это поликлиники и там центре пмс п доля частников уже составила почти 50 процентов то есть из всех участников 50 процентов уже частные компании на уровне стационара немножко сложнее это дорогостоящие виды услуг там много средств требуется но первоначальное вот сейчас что 33 процента частников изъявили желание в стационарном секторе очень впечатлили нас показатели стационарозамещающей помощи это санаторий профилакторий койки дневного пребывания и т.д. в этой системе нам заявили 67 процентов частников из общей доли участников то есть уже можно говорить о том смело что рынок потихоньку начал сформироваться если мы в этими темпами будем двигаться дальше то я думаю что в девятнадцатом году будет такой паритет между государственными частными организациями будет реальная конкуренция за каждого пациента а это в свою очередь как раз таки приведет к решению тех многих глобальных проблем которые из года в год стояли перед нашей системой ну во первых повысится качество оказания услуг обязательно очереди сократятся ну да если говорить о том о сегодняшних проблемах о которых вы постоянно говорите пишите нехватка специалистов почему нет зарплаты но когда мы говорим об этих проблемах нехватка специалистов нехватка оборудования очереди не прикрепили и так далее все о чем вы пишете вы пишете о государственных поликлиниках и больницах согласитесь о частниках мы постоянно забываем потому что не потому что их нету потому что там меньше этих проблем там это проблема зарплатой решена с оборудованием решена сервисом вопрос решен и так далее поэтому мы не можем дальше искусственно допустим содержать те больницы и поликлиники которые не соответствуют требования населения и нет недалек тот я думаю то время когда мы будем думать о том что некоторые клиники просто обанкротятся потому что не смогут организовать в себе процесс поэтому мы сейчас ставим такую задачу и говорим об этом всем руководителям организм теперь пара пришла пора работать создавать условия и теперь все не зависит от ваших качеств личных там каких-то там возможностей объема финансов которые вы тратили и так далее все теперь решает по цену он выбрал вас значит мы ему платим к этой клинике нет значит извините надо вам что-то менять своей работе ну вот давайте вернемся к вопросу самозанятого населения да вот как раз таки именно этой стала инициативой переноса сроков внедрения этой системы как им быть то есть переносится только сроки а система сама по инициативе акима восточно-казахстанской области мы с разрабатываем пилотный проект по восточно-казахстанской области скоро этот меморандум будет подписан после этого следому что с января месяца мы на базе восточно-казахстанской и сейчас вторую область выберем мы полностью отработаем весь процесс учета граждан заново с нуля будем говорить используя все имеющиеся на сегодняшний информационные средства а их очень много база данных физических лиц там есть такие базы данных и в других организациях в мвд и так далее и у нас например есть система регистр прикрепленного населения которые естественно существует системе здравоохранения нужно синхронизировать вот эти все данные потом когда мы получим определенный результат этих граждан и мы должны четко знать кого куда этого гражданина отнести не принимать такие большие группы граждан самозанятые там и тогда наемные работники и так далее вот именно среди самозанятых кто какой ячейка относится мы должны четко подвести и совершенствовать эту систему учета и тогда мы сможем сказать этому гражданину который не определился и не знает куда обратиться именно куда он относится и сколько он должен платить в нашу систему я тут думаю что эта задача хотя и сложная но решаемая в нынешних условиях и следующий год я думаю вот этот наш пилот покажет реально я думаю что все наши возможности ну возможно это позволит нам сделать вывод о том что все эти процессы может мы начнем гораздо раньше чем в двадцатом летом началась вот буквально пару недель назад закончилась крупная республиканская прикрепительная компания то есть именно к поликлиникам ну она продлилась на протяжении нескольких месяцев длилась но это же не значит что теперь вот гражданин казахстана он не может пойти прикрепиться самостоятельно то есть согласен первое прикрепительная компания она идет очень давно если я не ошибаюсь с десятого года она идет уже семь лет мы прикрепляем прикрепляем в этот период граждане никто этим вопросом интересуется они все знают об этом да видимо они все знают есть одно но в этом году прикрепительная компания поросла как бы под новым флагом потому что прикрепительную компанию проводил фонд уже а не местные органы государственного управления результаты таковы что прикрепилась к нашим поликлиникам который участвует нашей системе 18 миллионов 100 тысяч населения в начале прикрепительной компании это было где-то около 17 с половиной тысяч вот свободным выбором перекрепиться то есть с одной поликлинике со своей уйти выбрать другую поликлинику воспользовались более 300 тысяч населения это почти в два раза больше чем прошлые года вот это вот такой вот результат той работы которую провели совместно мы с вами теперь по поручению министра мы сейчас разрабатываем новую возможность о том что наверное с нового года мы откажемся вообще целом от компании прикрепления почему потому что теперь в принципе смысла нет мы должны обеспечить такие условия чтобы любой человек может в любой момент должен иметь право перекрепиться информационная система этого позволяет и это решение если я думаю что оно примется то в течение года если вы хотите поменять место жительства свою поликлинику вам будут открыты дороги и проводить специально какую-то камеру компанию в определенный момент уже не будет нужды вот это я думаю очень важно и второй вопрос к чему это будет способствовать раньше для участия прикрепительной компании для получения средств были у нас много таких ограничений то есть количество населения должно быть не менее этого не более этого и так далее сейчас эти ограничения в приказе сняты и поэтому вы можете любой частный центр там любую частную клинику выбрать независимо от того рядом с домом или в другом месте если вы прикрепились туда подписали с ними договор это компания вышла к нам мы на количество прикрепленных денег будем давать средства без ограничений чем больше меньше это все зависит от условий и возможностей данной клиники вот и поэтому я думаю что такие изменения ожидаются в следующем году и перекрепиться это должно стать обычным правом гражданина почти ежедневно это очень удобно буквально недавно в социальных сетях читала публикацию о том что человека не могли прикрепить то есть она не могла получить услугу потому что она не прикреплена к этой поликлинике но она обратилась с острой болью какой-то здесь вы знаете очень один вопрос который я всегда повторял и повторяю всегда человек приходя в поликлинику зависит от мнения регистратора работника регистратуры иногда вот мнение этой регистратуры что там не прикрепляет и так далее берется за основу чтобы там написать куда-то социальные сети и так далее сейчас я уже сказал все запреты сняты но к сожалению возможно эта информация до этого регистратора еще не дошло и потому что главный врач еще не довел понимаете поэтому скоропостижных выводов я прошу не делать а помимо регистратуры есть у нас заведующие отделениями специально заместитель главного врача по этим вопросам вы вместе прежде чем принимать за основу работника регистратуры вы поинтересуетесь дальше я думаю что все эти проблемы которые вы сейчас много озвучиваете в социальных сетях и так далее они довольно решаемы одним звонком можно позвонить допустим дежурным или в колл-центр и можно этот вопрос узнать но я думаю в будущем в следующем году эти все вопросы уйдут в прошлое это решаемый вопрос хорошо с 1 июля да вот как только начали вносить деньги как раз таки индивидуальные предприниматели сколько вообще удалось собрать средств вам ну несмотря на те позитивные тенденции и негативные которые имели место в этом году нам удалось собрать 25 более 25 миллиардов тенге вот это достаточно тот объем который соответствует нашему плану и это очень радует потому что это говорит о том что активность наших предприятий организация очень высока и все понимают и нормально те требования закона не выполняется наиболее конечно лидером и в этой системе является традиционно город алмата астана карагандинской области восточно-казахстанской области которые дают большую долю эти взносы но помимо этого когда речь идет об этих накопленных средствах всегда возникает два вопроса первое что с ними делать будут насколько они сохранны сразу скажу что все эти средства находятся надежно под защитой национального банка и тратить их на какие-то другие цели запрещенную закону есть вторая второй вопрос который последнее время поднимают бизнес-среда это зачем они должны просто лежать давайте мы их будем потихоньку тратить там на нужды того здравоохранения вкладывать эффективность обеспечивать тоже может быть правильный вопрос но если основаться на тех расчетах которые сделали мы то на сегодняшний день системе здравоохранения хватает 500 миллиардов тенге это плюс к тому объему который на сегодняшний день выделяется системе это очень большая сумма и где их взять конечно раньше мы это все брали из бюджета поскольку нет вот этих средств хроническое недофинансирование всего два процента от ВВП нужно искать какие-то источники финансирования которые позволили бы сделать нашу систему дополнительно устойчивыми в условиях колебания экономики и так далее поэтому внедрение системы страхования является единственным способом обеспечить эту устойчивость всей системы и мы планируем что концу девятнадцатого года в нашей базе накопится около 150 миллиардов тенге если идти с этими темпами с первого допустим января девятнадцатого года если государство и другие участники системы вложат свою долю то как раз мы соберем те 500 миллиардов которые не хватает на сегодняшний день нашей системе и чтобы с первого января двадцатого года каждый человек врач больница все участники почувствовали облегчение нам нужно вот такой запас иметь иначе смысла проводить эти реформы поэтому я считаю что это правильно что эти деньги будут копиться и создавать ту прочную базу которую мы будем внедрять с двадцатого года я тоже очень надеюсь спасибо вам большое за то что вы пришли к нам в студию ответили на наши вопросы успехов вам вам спасибо большое я напомню уважаемые телезрители что у нас в студии был управляющий директор фонда обязательного социального медицинского страхования эрик байжинусов всего доброго и и Редактор субтитров А.Семкин